Сегодня в рамках интеллигации мы поговорим о том, что такое актуальность, новизна и практическая ценность научного исследования. Как известно, актуальность темы исследования является одним из основных требований к исследовательским работам. Но как определить, насколько актуальна тема конкретного исследования? Если говорить в общем, работа на актуальную тему считается выполненной, если решаемая в ней задача востребована наукой или обществом в данный момент и в данной ситуации. При описании актуальности в студенческих, курсовых и выпускных квалификационных работах, к сожалению, часто совершаются следующие ошибки. Во-первых, описание это занимает слишком большую часть видения, иногда до трех или четырех страниц. Или же в нем отсутствует сам термин актуальность. Во-вторых, не указываются определяющие и формулирующие проблему исследования противоречия, имеющие место в науке или на практике. И в-третьих, проблема исследования формулируется слишком в размытых понятиях, в общеупотребляемом, а не научном смысле. Во избежание вышеперечисленных ошибок в своей работе студентам следует придерживаться следующих рекомендаций. Первое. Освещение актуальности не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет необходимости. Актуальность темы работы обычно приводится во введении и занимает несколько абзацев для курсовой работы. Для квалификационной дипломной работы достаточно полстраницы. А для диссертации, чтобы показать главное, достаточно одной или двух страниц. Второе. В сжатом изложении должен быть произведен анализ ситуации в области исследования на базе литературных источников и научно-исследовательских работ. Это позволяет сделать заключение о недостаточной изученности ряда вопросов. А своевременное выполнение исследований позволит ликвидировать эти пробелы. Например, на современном этапе весьма актуальны богословские исследования социально-этических проблем, связанных со взаимодействием церкви, государства и с активной позицией церкви в современном обществе. Третье. Необходимо сделать краткий обзор предпосылок для исследования. Что сделано предшественниками, и что осталось нераскрытым, и что предстоит еще сделать. Причем чисто формальной констатации предпосылок исследования недостаточно. Автор, базируясь на выполненном анализе ситуации в области исследования, должен объяснить, почему данная тема должна быть исследована именно сейчас. Четвертое. Аргументируя актуальность, необходимо формулировать противоречия. По наблюдению, студент, не справившийся с этой задачей, в итоге пишет непоследовательную, как сегодня говорят, туманную, логически незавершенную работу. Что такое научное противоречие? Обычно противоречие является следствием несоответствия между теорией и фактами науки или между двумя теориями, объединяющими сущность одного и того же явления. Также противоречие может быть связано с попыткой теоретического объяснения тех или иных научных фактов. Для примера сошлемся на противоречие между различными точками зрения на допустимость участия христиан в массовых демонстрациях и военных действиях с применением оружия для защиты своих прав. В христианской науке существуют кардинально противоположные и одинаково аргументированные позиции на этот счет. Пятое. Следующий логический шаг исследования – это формулирование проблемы. Слово «проблема» в научном смысле выступает как констатация недостаточности достигнутого к данному моменту уровня знаний. Такое положение вещей является либо следствием открытия новых фактов, обнаружения логических изъянов существующих теорий, либо следствием появления новых запросов, которые требуют движения к новым научным знаниям. Таким образом, проблема исследования логически вытекает из установленного противоречия. Хотя не всякое противоречие в практике может разрешаться средствами науки. Оно может быть обусловлено материальными затруднениями, отсутствием необходимого оборудования или человеческих ресурсов, но все же выполненные соискателем научные исследования позволят на базе полученных в работе новых данных приблизиться к решению востребованной практической задачи. Таким образом, обосновывается научная новизна и значимость полученных результатов. Говоря о новизне результатов проведенных исследований, важно отметить, что при формулировании признаков научной новизны автор должен показать их отличие от результатов, уже известных в данной области знаний. Обязательным требованием к этому разделу является необходимость раскрытия признаков того, в чем же конкретно состоит эта новизна? То есть, что было вам сделано такого, чего нет в работах предыдущих исследователей по данной теме? Научная значимость результатов исследований по теме работы указывает на развитие научных представлений о соответствующем явлении или процессе, а также раскрывает сущность механизмов и закономерностей их протекания и то, в какой степени данная работа способствует развитию науки и служит базой для дальнейших исследований по избранной тематике. Сложность показа научной новизны обычно состоит в том, что он предполагает употребление оценочных слов и характеристик, свидетельствующих о собственном приоритете соискателя и одновременно критического отношения к работам других исследователей. Безусловно, такой подход к показу новизны вызывает опасения показаться нескромными в оценке своих результатов. Поэтому освещение научной новизны очень часто подменяется повтором и перечислением ранее изложенных результатов. Этого делать не следует. В логике оформления научных текстов существует ряд стилистических приемов, которые позволяют корректно и ясно подчеркнуть новизну. С этой целью используются такие словосочетания, как, например, «впервые получено» или «усовершенствовано», «обеспечено дальнейшее развитие» – три точки, в отличие от «в данной работе» – продолжения. Автор видит новизну полученных результатов в том, что – продолжения. По мнению автора, новыми являются – продолжения. К новым результатам можно отнести – и так дальше. Здесь важно отметить, что именно актуальность, новизна и практическая значимость результата вашего исследования будут впоследствии составлять суть тех основных положений вашей квалификационной работы, которые вы вынесете на защиту. Положение надо формулировать так, чтобы были видны не только результаты какого-то анализа или измерения отдельных параметров, а прежде всего то, что из них следует. Иными словами, то, какие закономерности установлены, какие механизмы и какая физическая сущность явлений или процессов раскрыта, и что нового в определении параметров их протекания обосновано на теоретических и экспериментальных исследованиях. Если это касается применения новых методик, то в данном разделе должно быть убедительно показано, что они являются лучшими и позволяют получить новые сведения, ранее недоступные в соответствующих отраслях знания. В социальной сфере такие методики должны обеспечивать эффективный способ коррекции, помощи, обучения, воспитания и так далее с раскрытием механизма получения такого эффекта, то есть давать ответ на вопрос, почему это может быть, формулируя выносимые на защиту положения, новизну, научную, практическую и теоретическую значимость полученных результатов, их этическую и социальную ценность, формулируя выводы. Соискатель приобретает навык вычленять самую суть и отсекать второстепенное, учиться корректно определять, что же нового он сделал, какие полученные им результаты действительно значимы и важны. Если в общей характеристике работы все эти формулировки четко выверены, если говоря о новизне полученных результатов, вы покажете, чем же ваша работа отличается от других, выполненных в избранном направлении, то и на защите работы у вас не возникнет никаких трудностей. Продолжение следует...